Опасения по поводу того, что постоянное пребывание в четырех стенах всех членов семьи может вылиться в рост случаев домашнего насилия, звучат уже с самого начала кризиса. Когда пандемия коронавируса только пришла в Таллинн, службы телефона доверия работали в обычном режиме. Но уже сейчас специалисты говорят об ухудшении общей ситуации. Накануне женского дня мы пригласили в студию вице-мэра столицы Бетину Бешкину, чтобы выяснить, действительно ли ситуация ухудшилась и чем Таллинн помогает жертвам домашних тиранов. Бетина, добрый вечер. Добрый вечер. Ну как можно охарактеризовать ситуацию с домашним насилием на сегодняшний день? Ну в принципе ситуация с домашним насилием у нас стабильно тревожная. И около 40 сообщений в день получает полиция о насилии в семье. То есть если вдуматься, 40 сообщений в день, если умножить на 365, получается колоссальное количество. А 60% случаев вообще не сообщается. То есть это только верхушка айсберга, то, что мы знаем из цифр. В 90% случаев агрессия исходит от мужчины. Можно ли сделать вывод, что за последний год агрессии стало больше в домах? Я думаю, что в принципе за последний год душевное здоровье населения намного ухудшилось. Потому что постоянный стресс, он конечно влияет на людей, на душевное здоровье людей. Увеличилось количество самоубийств как среди взрослых, так и среди детей. То есть эта ситуация, она подрывает душевное здоровье людей. Вы много занимаетесь жертвами домашнего насилия. Оказывается, со стороны города различная помощь и психологическая, и часто необходимо найти элементарно жилье. Как ведется эта работа? В каких направлениях больше всего проблем? Здесь обязательно нужно два направления. Как я сказала уже, работа с агрессором и, конечно, работа с жертвой. Жертве нужно помочь чаще всего это и кровь. То есть женщинам, как правило, некуда идти. Часто женщины зависят от мужчины финансово. Обычно насилие физическое начинается после того, как пройден этап эмоционального насилия. И часто это и финансовая зависимость, и такое, так называемое, финансовое насилие, когда женщина зависит от мужчины финансово, и она утратила свою независимость. И до того, как началось физическое насилие, идет этап такого эмоционального давления. И, как правило, абьюзер отрезает все социальные контакты жертвы. То есть ей некуда обратиться за помощью, некуда спросить совета. И в итоге, в общем-то, жертва приходит к выводу, что она сама виновата в том, что происходит. И, в принципе, так и должно происходить. И вот на этом этапе очень сложно уже из этого замкнутого круга жертву вывести. В центрах помощи женщинам, их в Таллине три, есть и возможность остаться вместе с детьми, и жить там столько, сколько это понадобится. И есть всяческие системы поддержки. Это и психологическая поддержка, и социальная, и вопросы финансовые тоже. Женщинам помогают вставать снова на ноги самостоятельно. Еще одна большая проблема, на мой взгляд, заключается в том, что жертва очень часто боится попросить той самой необходимой помощи. Да, здесь, конечно, играют роль и соседи, и знакомые, все мы. То есть сообщать о таких случаях нужно в полицию, либо обратиться напрямую к жертве, поговорить с ней и немножко ее обнадежить. Впереди праздник 8 марта. Я искренне поздравляю вас с наступающим женским днем. Спасибо. Я надеюсь, что все женщины Эстонии в этом году проведут этот день в кругу заботливых, близких людей, и никому из них не придется плакать в этот день. Еще раз с наступающим праздником. Спасибо. Напоминаю, что у нас в студии была вице-мэр Таллина Беттина Бешкина. Продолжение следует...